Недаром сторонники Лукашенко уже иронично прозвали Тихановскую Хуанитой. С позиции американцев выстраивание враждебной для Китая Индо-Пацифики выглядит вполне логично. А вот то, удастся ли им вдохнуть жизнь в этот концепт на фоне собственного слабеющего влияния на мировую политику, покажет время. Просто исследователь из Делфтского технического университета Боб Хендрикс запустил изготовление живых гробов из грибов. Да уж, пожалуй, когда я говорил, что речь не о галлюциногенных грибах, я погорячился. Оригинальность идеи намекает на то, что прежде чем родить ее в своей голове, голландский ученый все же питал свое тело чем-то необычным. Благо, в Голландии проблем с этим у него возникнуть не должно. Поаплодируйте этому, тупые ублюдки, сказал он в микрофон. На сей раз Дональд Трамп опубликовал отрывок из выступления своего конкурента, где тот заявляет, что впервые вошел в Сенат 180 лет назад. Джо Байден только что объявил, что не согласится пройти тест на наркотики. Ух ты, с чего бы это? Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» на КРТ и я, ее ведущий, Данил Богатырев. Тревожные новости приходят на этой неделе с Южного Кавказа. Там в очередной раз обострился вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Нынешнее обострение стало самым масштабным с 1994 года. На протяжении нескольких дней, предшествовавших записи этой передачи, по всей линии соприкосновения непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном продолжались ожесточенные бои. Ситуация обострилась утром 27 сентября. Вот как описывала начало боестолкновений пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Цитата. Как отметил командующий армией обороны Арцаха генерал-майор Джалал Арутюнян, азербайджанские войска в 7-10, 6-10 по Киеву, перешли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения, но были отброшены назад. Противник понес человеческие и материальные потери. В частности, три танка. Бои продолжаются. Премьер Армении Никол Пашинян также сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. А вот какую версию конфликта озвучили в Баку. Цитируем. Командование Вооруженных сил Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. С целью предотвращения боевой активности Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. Несмотря на то, что по версии азербайджанской стороны в обострении виноваты представители Вооруженных сил Армении, в главном версии обеих сторон сходятся. Азербайджанские военные начали наступление на позиции армий Армении и НКР в Карабахе. Далее события развивались стремительно. Уже на второй день конфликта противоборствующие стороны сообщали о потерях у противника, которые исчислялись сотнями погибших военнослужащих и десятками уничтоженных единиц техники. Правда, здесь стоит оговориться, что точные данные о потерях сторон получить не представляется возможным. Как и на любой войне, каждая из них занижает собственные потери и завышает потери противника. Так, например, утром 29 сентября Азербайджан заявил о полном уничтожении одного из армянских полков. Армяне, в свою очередь, заявляют, что подбили десятки азербайджанских танков. Проверить, насколько эта информация соответствует действительности, не представляется возможным. Поэтому, а также ввиду продолжения боевых действий, мы не станем называть здесь точных цифр, чтобы не вводить зрителя в заблуждение. Отметим лишь, что по состоянию на вечер первого дня эскалации конфликта азербайджанская сторона рапортовала о занятии нескольких населенных пунктов, преимущественно на южном участке линии соприкосновения. Сейчас вы видите иллюстрацию этого продвижения на карте. Позднее в Армении сообщили о возврате контроля над населенными пунктами, ранее занятыми азербайджанской стороной. По состоянию на 29 сентября Азербайджан начал обстрелы непосредственно территории Армении. В районе Вардениса был поражен автобус с гражданскими. По версии азербайджанской стороны в автобусе были военные. Министерство обороны Армении объявило, что после ударов непосредственно по армянской территории и задействования азербайджаном системы ТОС-1 армянской армии придется задействовать системы большой дальности и мощности. Очевидно, это был намек на задействование тактических ракетных комплексов «Искандер» российского производства. 29 сентября появилась информация о сбитом армянском самолете штурмовике Су-25, который якобы был поражен огнем не азербайджанского, а именно турецкого истребителя. Однако к утру 30 сентября эту историю в СМИ явно замяли. Вероятно, между ключевыми игроками региональной политики существует некий консенсус, не позволяющий переходить красные линии. Интересными с точки зрения пропаганды сторонами своих позиций выдались выступления глав Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева на российском ток-шоу «60 минут» 29 сентября. Если Пашинян придерживался стандартной риторики, то Алиев явно старался получить расположение российской аудитории и в ходе своего выступления назвал власти Армении ставленниками Сороса, которые пришли к власти в результате цветной революции. Весьма сильный риторический ход, особенно учитывая царящую в российском обществе обеспокоенность попыткой свержения власти в Беларуси. Примечательные позиции внешних игроков в отношении обострившегося конфликта на Южном Кавказе. Так, с самого начала противостояния о поддержке Азербайджана заявила Турция. Вот что написал в своем твиттере президент Турции Реджеп Ардаган. Организовав очередную атаку на Азербайджан, Армения еще раз показала, что является самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе. Турецкий народ сегодня, как и всегда, всеми средствами поддерживает своих азербайджанских братьев. Практически с первых часов обострения конфликта в СМИ стала поступать информация о том, что турецкое командование набирает в Сирии отряды из лояльных себе боевиков свободной сирийской армии для отправки их в Азербайджан. По сообщениям некоторых ближневосточных и особенно курдских СМИ, количество переправленных в Закавказье протурецких боевиков из Сирии уже может достигать нескольких тысяч. Вне зависимости от того, имеет ли место отправка в Азербайджан сирийских боевиков, своей поддержки этнически близкому государству Турция не скрывает. Например, в официальном твиттере Минобороны Турции в первый день обострения в Карабахе стояло фото турецкого и азербайджанского солдат, пожимающих друг другу руки. По сообщениям СМИ, азербайджанские военные активно используют в ходе боевых действий турецкие беспилотники «Байрактар», а также другие системы вооружений, поставленные Анкарой. Интерес Турции в конфликте на Южном Кавказе заключается в том, чтобы перекроить всю политическую архитектуру региона под свои нужды. Нечто подобное Эрдоган уже пытался сделать на севере Сирии и Ирака, а также в Ливии. Специалисты даже находят сходство между тем, как наступала азербайджанская армия в Карабахе, и тем, как совсем недавно турецкие военные и их прокси наступали на контролируемые курдами территории в северной части Сирии. На текущий момент Турция уже имеет большое экономическое влияние, фактически полный экономический контроль над азербайджанским анклавом Нахичевань, отрезанным от основной территории страны полоской армянских земель. Похожая ситуация наблюдается с грузинской Аджарией, которая граничит с Турцией. Возврат Карабаха Азербайджану позволил бы Анкаре еще больше расширить свое влияние в Закавказье. Вероятно, именно по этой причине Турция выражала всемерную поддержку Азербайджану, в котором вот уже 30 лет культивировались планы по возвращению неподконтрольной территории военным путем. Кстати, на волне милитаристских настроений и в Армении, и в Азербайджане культивируется полная дегуманизация противоборствующей стороны. Так, в день возобновления конфликта азербайджанский президент Ильхам Алиев назвал армян фашистами, а начальник генштаба Армении Оник Гаспарян призвал своих солдат проявить, цитата, «силу и безграничную ненависть к остаткам кочевых и не имеющих родины пещерных племен». Нетрудно догадаться, что при такой взаимной ненависти серьезное продвижение любой из сторон на территорию, занятую неприятелем, чревато этническими чистками. Возвращаясь к международной реакции на конфликт, стоит отметить, что все крупные политические игроки, за исключением Турции, призывают стороны вернуться к мирному формату регулирования. Отдельно стоит отметить позицию России, являющейся союзником Армении по ОДКБ и не желающей впутываться в конфликт в Закавказье, разрушая отношения с Азербайджаном. В первый же день конфликта пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнеддинов заявил о том, что обращения от армянской стороны о помощи в Нагорном Карабахе в организацию не поступало. А уже на следующий день посол Армении в РФ Вардан Таганян заявил, что в повестке дня правительства его страны нет планов по обращению за поддержкой к организации договора о коллективной безопасности. В вопросе Нагорного Карабаха Москва сохраняет возможность маневра благодаря тому, что взаимные гарантии ОДКБ не распространяются на этот регион, а так как даже Армения формально не признает его ни своей территорией, ни отдельным государством. Вопрос о признании Карабаха в армянском парламенте стали активно обсуждать лишь после начавшегося обострения несколько дней назад. В целом же, позиция России состоит в том, чтобы сохранить статус-кво на Южном Кавказе, что позволяет ей поддерживать отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, не давая последнему уйти в сферу исключительного влияния Турции. Что касается позиции западных держав относительно нового обострения в Карабахе, она выдержана в примирительных тонах. Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня и деэскалации. В свою очередь, руководство НАТО заявило о том, что оно обеспокоено сообщениями о конфликте в Нагорном Карабахе и призывает стороны к примирению. В Госдепе США отметили, что участие третьих стран только усилит напряженность в регионе, призвав Ереван и Баку отказаться от воинственной риторики и действий, которые могут усугубить ситуацию. Немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров призвали стороны конфликта и участники заседания Совета Безопасности ООН, состоявшегося вечером 29 сентября. Из вышеизложенного вырисовывается, что основными странами, заинтересованными в новом обострении в Нагорном Карабахе, стали Азербайджан и Турция. Баку стремится осуществить многолетние планы по возврату территорий, отомстить за летний инцидент с гибелью своего генерала от огня армянской артиллерии и в целом обеспечить патриотический подъем на фоне ухудшения уровня жизни из-за экономического кризиса и падения цен на нефть. Что же до Анкары? Для нее обострение в Карабахе представляется шансом сместить баланс сил в Закавказье в свою пользу. Учитывая активную нео-османскую политику Турции в последние годы, глупо было бы полагать, что она этим шансом не воспользуется. Для Украины Нагорный Карабах ярчайший пример того, как не надо вести себя в ситуации локального конфликта при наличии неподконтрольной территории. Абсолютное нежелание идти на уступки, непрерывное нагнетание милитаристской риторики и полное расчеловечивание противоборствующей стороны. Все это привело к тому, что конфликт в Закавказье регулярно обостряется даже спустя 30 лет после его начала. Люди гибнут и конца края этому не видно. Но, увы, в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе Киев избрал модель очень похожую на ту, которую применяет Баку к конфликту в Нагорном Карабахе. Конечно, любая аналогия не абсолютна и можно возразить, что у нас и обострения боевых действий не такие масштабные и вовлечения крупных геополитических игроков сильнее и расчеловечивания противоборствующей стороны меньше. И все же, то, что мы видим на Донбассе, это не путь урегулирования конфликта и даже не путь его заморозки, а путь бесконечного тления. Как показывает пример Карабаха, это путь в никуда. Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе поговорим с экспертом-международником Ильей Кусой. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Как вам в целом складывающаяся обстановка? Какие основные выгодополучатели от сложившейся ситуации? И кому выгодно было возобновление этого долгоиграющего конфликта? С точки зрения того, что происходит на поле боя, сказать что-то конкретно трудно. Я думаю, что нужно подождать еще пару-тройку дней, чтобы окончательно понять, ну пока будет сохраняться интенсивность боевых действий, перейдет ли это противостояние в позиционную войну, велотекущую, когда стороны выдохнутся, в первую очередь Азербайджан, как наступающая сторона, или же все-таки добьются какого-то прогресса. По теперь международному измерению, я считаю, что в первую очередь выгодоприобретатели это инициаторы эскалации Турции и Азербайджан. То есть для Азербайджана это вообще вопрос принципа, это вопрос репутационный, это вопрос их легитимности самих Алиевых, для которых возвращение Нагорного Карабаха это вопрос чести, это вопрос принципиальный. в Азербайджане, в отличие от многих постсоветских государств, была выстроена действительно какая-никакая, но все-таки национальная элита. То есть там есть не только правящие клан, оторванные от всей вертикали власти, но там есть и система комплектования этой элиты, и какие-то сложные взаимосвязи внутри нее. И я думаю, что здесь имеет место коллективный интерес правящий прослойки в Азербайджане. в первую первую очередь это будет отображаться на легитимности тех, кто при власти. Потому что после выступления президента Азербайджана Эльхама Алиева, после начала эскалации, мне, например, окончательно стало понятно, что он пошел ва-банк. С точки зрения личного политического капитала. Потому что нельзя просто так, особенно в такой стране, как Азербайджан, то есть в такой сложной авторитарной системе, где четкая иерархия есть, где есть определенный баланс элит, где население информационно накачано все-таки по этому вопросу, выйти и сказать, что это Великая Отечественная война, как он назвал конфликт в Карабахе, и что мы идем до конца, то есть до полного возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, а потом ничего не достичь. Поэтому на карту поставлено в том числе его престиж. Ну и конечно здесь четко просматривается интерес Турции, который с моей точки зрения состоит в намерении усилить свои политические позиции в Закавказье за счет вот распломбирования этого конфликта, изменения военно-политического баланса сил в пользу своего союзника Азербайджана, а значит и в свою пользу, и навязывания своей повестки уже с учетом новой политической реальности, то есть они там условно добились каких-то военных успехов и хотят и закрепляют их через переговоры. Аудитория, к которой Турция обращается, бросая вот эту перчатку, мне кажется, прежде всего это Российская Федерация. Потому что вот позавчера Эрдоган выступал, и он очень четко сказал, что вот эти все старые механизмы урегулирования конфликта многосторонние на базе созданные еще в 90-х на базе Минской группы ОБСЕ, там резолюции Совбеза ООН, вот эти гаранты Франция, США, Европейский Союз, Россию не называл так прямо, они, мол, провалились, они за 30 лет ничего не сделали, поэтому не мешайте нам, дайте нам тоже попробовать. То есть с моей точки зрения Турция пытается выйти на приемлемый для них формат переговоров и войти в Кавказский регион в целом и в Южный Кавказ в качестве одного из ключевых стейкхолдеров, гарантов мира и этого региона, что соответствует в целом их региональной геостратегии, которую мы наблюдаем в особенно агрессивной форме последние 4-5 лет, ну 4 года, особенно после 16-го, то есть сюда можно вспомнить то, что они делают в Восточном Средиземноморье, когда тоже рушат старые договоренности многосторонние между Турцией и Грецией при посредстве США, когда хотят изменить это в свою пользу, то, что они делают в Северной Африке, в Ливии, в своей ближней периферии, Северная Сирия, Северный Ирак, Катар, Персидский залив, когда они вот этот треугольник создали Турция-Катар-Иран во время конфликта в заливе с 16-го года, Гоногорный Карабах, мне кажется, из этой же категории. То есть попытка перекроить региональный баланс сил в свою пользу, чтобы стать одним из тех игроков, с которыми нужно считаться при обсуждении любых вопросов, связанных с данным регионом. Для Турции вот это главная уязвимость, их экономика, их финансы, которые находятся вот в таком балансирующем состоянии. И я думаю, что это то место, куда будут бить противники Турции, если она там продолжит, ну или перейдет какие-то красные линии, или, например, они захотят нанести серьезный удар по Турции, если провалятся какие-то там переговоры или договорняки. Потому что, в принципе, то, что, ну, например, один из таких вариантов это санкции. Вот санкции Европейского Союза, которые сейчас зависли благодаря Германии, потому что Германия не хочет идти на конфронтацию с Турцией, ну, в том числе по вопросам беженцев, они боятся, что если они введут санкции против Турции, то Турция пойдет в банк, и опять будет то, что было весной, вот это когда они пустили беженцев к границам, и там на границе с Грецией были столкновения, и плюс протурецкое лобби в Германии сработало, поэтому они пока держат этот вопрос. Ну, например, вот сейчас, если Турция вмешается напрямую в конфликт, ну, то есть своими силами в конфликт в Нагорном Карабахе, я думаю, что это будет еще одним поводом для той же Франции, Греции, там, Кипра использовать это и говорить, ну, смотрите, ну, все, давайте все-таки вводить санкции против Турции. Это один из вариантов, который может, ну, просто усилить давление на турецкую экономику. Поэтому для них, то есть, проще говоря, если очень просто сказать, для Турции во всей вот этой их региональной политике самое главное не надорваться, вот если совсем уже просто, то есть не, потому что они и так растянуты сейчас, они сейчас воюют на несколько фронтов условных и они сейчас присутствуют, по-моему, в 15 странах мира, ну, это присутствие, самое большое присутствие, конечно, это Сирия, Ирак, Ливия, ну, плюс сейчас Азербайджан, можно сказать, вот там в Нахичеване они стоят, какой-то ограниченный контингент. Вот, все остальное там так, плюс-минус символическое присутствие, в том числе, там, на Балканах, в Афганистане, они в составе миротворческой миссии, но, тем не менее, вот их, то есть, они сейчас тратят много денег на это и для них главный риск это, конечно, не переоценить свои собственные возможности, потому что это может быть больно. Спасибо вам за беседу, Илья. Вам спасибо. В гостях у нас был Илья Куса, политолог-международник. В Беларуси на прошлой неделе состоялась инаугурация Лукашенко. В либеральной прессе ее успели окрестить тайной, так как, в отличие от обычного порядка проведения подобных мероприятий, оно нигде не анонсировалось, а состав приглашенных гостей был немногочисленным. Сама инаугурация состоялась 23 сентября. Мероприятие прошло в торжественной обстановке во Дворце независимости. На него были приглашены несколько сотен человек, в основном высокопоставленные чиновники. Аккредитации для журналистов не было, равно как и официального приглашения иностранных дипломатов. Александр Лукашенко назвал свою инаугурацию днем победы над цветной революцией в стране. И в целом он был недалек от истины. Хотя о полном крахе поддержанного рядом западных стран протестного движения в Беларуси говорить пока рано, оно очевидно идет на спад. Число участников протестных акций уменьшается каждые выходные. В этих условиях западным лидерам и их марионеткам в рядах лидеров протеста не остается ничего, кроме как фонтанировать агрессивными заявлениями. Так, Светлана Тихановская после инаугурации Лукашенко провозгласила себя единственным лидером избранным народом. Действующего президента она назвала с сегодняшнего дня ушедшим на пенсию. В день инаугурации оппозиция собрала в Минске новые акции протеста, которые силовики разогнали водометами. На фоне нарастающего противостояния с Западом Александр Лукашенко запретил импорт в страну товаров из Польши, которые активно финансируют попытку цветной революции в Беларуси. Критическими заявлениями в отношении действующей белорусской власти отметился на прошлой неделе французский президент Эммануэль Макрон. Его слова приводит французское издание Le Journal de Demanche. Цитата. Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти. Сам Лукашенко в ответ на это знатно высмеял своего французского коллегу. Вот как он прокомментировал предложение Макрона. Цитата. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона, заложенных в его заявлении призыве уйти в отставку, хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улице Парижа только начали выходить желтые жилеты. Годы идут, жилеты до сих пор на улицах, господин Макрон, на удивление, тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением. И, наконец, как человек, хочу отметить, что, как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов президента Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат Дама, французский лидер, рискует во внутреннем проблемах Франции получить еще и личный у себя дома. То, что Лукашенко за словом в карман не лезет, общеизвестный факт. Однако, в данной ситуации ему действительно не стоит волноваться. Несмотря на то, что его инаугурацию не признали Польша, Франция и другие страны ЕС, а также США с Канадой, внутреннюю обстановку в Беларуси ему удалось стабилизировать. И что бы там ни вещало Тихановское из-за рубежа о своем лидерстве, власть – это всегда контроль над силовым и административным аппаратом, который сохранился в руках Лукашенко. В этой связи с заявлением европейских лидеров о том, что Лукашенко должен уйти, следует уделять не больше внимания, чем их аналогичным заявлением «Асад должен уйти», раздающимся как минимум с 2012 года. Многие из политиков, кто выступал с этими заявлениями, уже давно не при власти. Кое-кого и в живых уже нет, а Башар-Асад продолжает править Сирией. При условии поддержки сильных внешних игроков, таких как Россия и Китай, удержаться до проведения обещанной конституционной реформы в Беларуси для Лукашенко вполне реальная задача. Очевидно, не отказываясь от попыток давить на Лукашенко, 29 сентября Эммануэль Макрон встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской. После встречи опальная лидер белорусских протестов заявила следующее. Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в нашей стране. Я благодарна Франции за оказанное внимание. Эммануэль Макрон отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов в нашей борьбе за свободу. Вообще, встречи западных лидеров с Тихановской с нашей точки зрения имеют эффект строго обратной желаемому. В глазах большинства белорусов они прочно формируют образ вчерашнего кандидата от оппозиции как западной марионетки. Кроме того, встречи с человеком, который реально ничего не контролирует, слишком уж явно напоминают недавнюю эпопею с самопровозглашенным и признанным рядом стран президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, который, не имея реальной власти, выглядит скорее комично, чем грозно и позорит всех, кто его признал. Недаром сторонники Лукашенко уже иронично прозвали Тихановскую Хуанитой. Не стало сюрпризом и позиция Украины, высказанная главой МИД Дмитрием Кулебой после инаугурации Лукашенко. Вот что он написал в своем твиттере. Украина никогда, никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Стоит ли говорить о том, что первая часть данного утверждения полностью противоречит второй? Если Киев придерживается принципа невмешательства во внутренние дела Беларуси, логичным было бы промолчать и продолжать взаимовыгодные экономические отношения. Ведь никто же не заставлял Украину высказываться по инаугурации в соседней стране. Или все-таки заставлял? Как мы уже говорили в прошлой передаче, для Украины Беларусь пятый по объему товарооборота торговый партнер. Оттуда мы закупаем горючее, которое идет в том числе на нужды сельского хозяйства и даже на заправку военной техники. Кто может быть заинтересован в том, чтобы канал поставки ГСМ из Беларуси в Украину был перекрыт, если единственный альтернативный поставщик топлива, причем гораздо более дорогого, это Евросоюз? Полагаю, этот вопрос можно считать риторическим. Ситуация в Беларуси и вокруг нее подробнее будем разбираться с политологом, кандидатом философских наук Александр Игорь Шмидиловый. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Данил. Каковы ваши впечатления от инаугурации Лукашенко, тайной, как писали в СМИ, и от признания ее международными партнерами? Мы у себя в фонде общественной дипломатии постоянно следим за непосредственно ситуацию в Беларуси. Часто берем комментарии. Вот ждем Александра Федуту в гости. Думаю, что он много прольет каких-то эксклюзивных деталей о том, как видят дальнейшее развитие событий непосредственно оппозиционные белорусы, какие ставки связаны с Тихановской или же, возможно, появление каких-то других лидеров, вокруг которых может завязываться дальнейшая история уже современной Беларуси. Но пока мы видим, что активно в противовес инаугурации ее закрытому такому варианту Лукашенко противоставляют уже непосредственно что Тихановская встречается с Макроном в Литве. Вот она должна 5-6 октября быть в Берлине. И я думаю, что опять-таки дополнительные могут быть какие-то встречи. Кстати, Макрон не в первый раз встречается условно с кандидатами в президенты. Напомню, что с Владимиром Александровичем Зеленским он встречался еще на тот момент в статусе кандидата в президенты, а не президентом. Это был все-таки официальный кандидат. А на данный момент Тихановская это лидер мятежников фактически. Но тут вопрос в другом, что почему Макрон задает такую же, скажем так, у него это становится уже нормой. То есть посмотрим, с кем он еще будет встречаться. В благо с Гуайдо он не встречался. Бог миловал. Посмотрим. Возможно, Байден приедет, захочет руку пожать. Мы же не знаем, какая может быть ситуация. Поэтому шутки шутками, но по факту Тихановская пытается какие-то мостики с европейскими лидерами налазить. Особенно ввиду того, что Тихановскому увеличили срок на два месяца. И мы видим, что определенные симметричные шаги идут со стороны. Кстати, украинский МИД в лице Кулеба заявил, что теперь Александра Лукашенко будут называть исключительно Александра Лукашенко без приставок президент или нелегитимный президент, потому что после 5 ноября будет исключительно вот такая официальная формула. Кстати, хотел обсудить тоже этот момент. Для Украины Беларусь пятый по объему торговый партнер. Для Беларуси Украина второй по объему. То есть очевидно, что наша страна заинтересована в сохранении как минимум экономических отношений. И мы же понимаем, что вот это непризнание Лукашенко президентом, оно чревато определенными последствиями. В частности, в вопросе торговли ГСМ, топливом, которое мы получаем из Беларуси, в том числе и на нужды вооруженных сил. Для Украины и Беларуси вообще было бы конечно хорошо уравновесить наши торговые отношения, потому что мы знаем, что они не симметричны. Беларусь нам продает товаров порядка на 4 миллиарда долларов, а закупают всего около 2, там 1,9, 1,8, смотря какие данные смотреть. Вопрос в другом, что какая, вот если их уравновешивать, это в сторону увеличения, допустим, чтобы было допустим 4,4, или это будет 2,2, и тогда мы будем опять-таки на зло бабушки отморожу уши. Но опять-таки в том же заявлении Кулеба было сказано, что Украина рассматривает Беларусь исключительно как дружеское соседненное государство и будут сейчас разделять взаимоотношения условно с Лукашенко и линия, которая будет такая, и непосредственно с Беларусь. Как они смогут это сделать, как этот геополитический шпагат в очередной рост будет даваться украинской власти, мы посмотрим. Я думаю, что это очень достаточно странно. Но с другой стороны, лучше, чем если бы официально было заявлено, что Украина и Беларусь переходят в статус недружественных партнеров, или наоборот было бы еще больше эскалации. Тогда бы, я думаю, что у нас была бы гораздо другая, скажем так, парадигма развития наших отношений. Вы знаете, Александр, я вижу в этом всем некую конспирологию. То есть, вот, допустим, единственная альтернатива по закупкам топлива, это Евросоюз. Там топливо гораздо дороже, поэтому я не исключаю... С ионами свободы. Да, с ионами свободы, поэтому я не исключаю, что на Украину, на украинский МИД, на президента давят именно с целью разрушить вот эти вот торгово-экономические отношения и самим увеличить долю своих поставок на рынок Украины. Даниил, наш с вами сарказм, он обусловлен тем, что мы часто видим со стороны украинской власти нелогичные или, скажем так, даже вредительские какие-то инициативы. Но, с другой стороны, давайте размышлять логически. Беларусь заинтересована в Украине. Мы не зря сделали акцент на том, что мы все-таки второе по величине партнер в плане экономических отношений и вряд ли Беларусь сама себя начнет наказывать тем, чтобы отказаться полностью от наших рынков. Все-таки переизбыток продукции, надо куда-то девать, не хватает внутреннего потребления для того, чтобы закрыть эти вопросы. Поэтому наш рынок вряд ли будет рассматриваться как, скажем так, какой-то там последний в очереди. И я думаю, что удастся все-таки сбалансировать наши торгово-экономические отношения. Перед этим разговором мы с вами отметили то, что в Беларуси заблокирован ресурс тут-бай после нескольких предупреждений. Четыре предупреждения. Да, четыре. И в Украине вот у нас отобрана лицензия у нашего канала КРТ. Также после нескольких предупреждений. Ну вот в чем-то все-таки мы похожи. Ну есть какая-то действительно симметричность. И хотелось бы, чтобы ни у белорусов, ни у украинцев не было СМИ, которые подлежат цензурированию, или у них отбирают статус СМИ, лицензии. Хотелось бы пожелать и нашему каналу решить наши проблемы и возобновить свое вещание, так как наши многочисленные зрители, подписчики, фолловеры, комментаторы все больше активизировали сейчас на платформе YouTube, где могут следить за нашими программами, обновлениями, но это все равно некая такая урезанная версия вещания. Хотелось бы возобновить его полноценно, чего желаем, кстати, ресурсу Тутбай, который во многом, скажем, ну, стал такой, ну не скажу жертвой режима, но жертвой обстоятельств. Хотелось бы видеть все-таки меньше цензуры, больше открытости, ведь СМИ всегда критично настроены к власти, власти просто об этом забывают, но возможность вовремя критиковать, корректировать, направлять власть, это непосредственная задача СМИ вовремя показывать зрителям, что же происходит на самом деле, какова она правда неприкрытая, не такой, как хочется ее видеть политику из высокого своего дворца, замка или резиденции, а так, как она происходит на самом деле. Со мной в студии была Александра Ришмидилова, политолог и кандидат философских наук. В американских СМИ тем временем продолжается волна антикитайской пропаганды. В публикациях западных колумнистов чем дальше, тем отчетливее видны очертания новых геополитических конструкций, которые американцы пытаются выстроить для противостояния своему основному геополитическому и экономическому конкуренту. Но обо всем по порядку. На протяжении минувших двух недель в американской прессе не утихала волна травли Китая за притеснение уйгуров на Синьцзяне. Вот, например, статья в The Wall Street Journal под заголовком «В отчете говорится, что Китай разрушил тысячи мечетей на Синьцзяне в ходе политики ассимиляции». Как гласит публикация, цитата, в опубликованном в пятницу отчете Австралийского института стратегической политики говорится, что спутниковые снимки показали, что с 2017 года было снесено примерно 8500 мечетей на Синьцзяне. Это составляет почти треть от общего числа мечетей в регионе. Еще 7500 мечетей получили повреждения, говорится в докладе. Оставим за скобками вопросы о том, как австралийским исследователям удалось разглядеть смену целевого назначения мечетей или их разрушения со спутника. Не будем также спрашивать о том, откуда у австралийцев взялась карта с подробным расположением всех мечетей Синьцзяня. Здесь важно другое. Еще пару недель назад в предыдущей передаче мы писали о том, что в американской прессе оживилась антикитайская кампания, обвиняющая Пекин в притеснении хуйгуров в Синьцзяне и бесплатном использовании их труда. Как видим, те публикации были далеко не случайны. Они являлись лишь началом кампании черного пиара, призванного прочно связать образ Китая в глазах западных обывателей с нарушением прав человека. В свете растущего процента мусульман в Европе тема притеснения их братьев по вере и здесь подошла как нельзя к стати. Конечная цель кампании разумеется введение санкций или торговых ограничений. Стоило Китаю в лице своего председателя Си Цзиньпиня ответить западным критикам, как это немедленно было творчески обыграно в их информационной кампании. Вот, например, какой заголовок появился во все той же The Wall Street Journal сразу после заявления главы КНР о верности политике в отношении Синьцзяня цитата Си заявил, что Китай продолжит усилия по ассимиляции мусульман в Синьцзяне. Все верно, классический пропагандистский прием не вдаваясь в подробности, наклеивая ярлыки и выносив в заголовок оценочные суждения. Между тем, дословно, слова Си Цзиньпиня звучали вот так. Вся партия должна относиться к реализации стратегии Синьцзяня как к политической задачи и усердно работать над ее полной и точной реализацией, чтобы работа по Синьцзяню всегда велась в правильном политическом направлении. Мы должны также продолжить курс китайзации ислама, чтобы добиться здорового развития религии. Под китайзацией ислама здесь понимается попытка свести к минимуму влияние зарубежных радикально-фундаменталистских течений вроде салафитов на местное население. Намерение это вполне объяснимо, учитывая то, что в 2009 году во время массовых погромов и выступлений уйгуров их сепаратистские настроения подпитывались исламистскими проповедниками. Но наряду с банальными обвинениями Китая в этноциде и ассимиляции уйгуров, в американской прессе заметна и еще одна тенденция, гораздо более далеко идущая и масштабная по своим последствиям. Речь идет о формировании новых геополитических конструкций из стран региона для противостояния КНР. Вот как филигранно подводит к этой теме корреспондент CNN Джесси Йенг. Цитата. От Южно-Китайского моря до китайско-индийской границы в Гималаях и даже одного из своих собственных городов, здесь подразумевается Гонконг, Китай удвоил свои притязания на территорию и занял более жесткую позицию в ответ на предполагаемые проблемы. И поскольку эти споры обострились в текущем году с возобновлением и нарастанием напряженности, Си увеличил бюджет вооруженных сил с указанием решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития. В этом тексте, как и во множестве подобных, так и сквозит призыв к государствам региона объединяться с США для совместного противостояния Китаю. Прямо этот призыв озвучил корреспондент уже упомянутый The Wall Street Journal Ярослав Трофимов в своей статье под названием «Индия стремится защитить морские рубежи, пока Китай проникает в Индийский океан». Пусть вас не обманывает славянское имя автора. На одной из ведущих американских изданий он работает с 1999 года, являясь опытным корреспондентом в Азии, работавшим в нескольких странах и даже возглавлявшим корпункт в Афганистане. Его статья явно не случайно была опубликована именно сейчас. Ее содержание проливает свет на основные геополитические конструкции, выстраиваемые США против Китая. Цитируем публикацию Трофимова. Индия, которая содержит один из крупнейших в мире военно-морских флотов, расположена вблизи морских маршрутов в Индийском океане, которые соединяют Китай с его основными источниками нефти и газа на Ближнем Востоке и с ключевыми рынками в Европе. Несмотря на быстрый рост, китайский флот по-прежнему имеет лишь ограниченные возможности для действий в регионе, удаленном от своих берегов, и ему приходится бороться с США на своем собственном заднем дворе. Недвусмысленный намек на то, чтобы использовать Индию в борьбе против расширения китайского влияния и перерезания его коммуникаций как с Европой и Ближним Востоком, так и с Африкой, где в последние годы активно растет китайское экономическое и военно-политическое влияние. Далее автор пишет об этом прямым текстом. Цитата Индия активизирует совместные военно-морские маневры с США и их союзниками, строя новые корабли и создавая сеть прибрежных баз наблюдения, которые позволят Нью-Дели следить за морским трафиком в Индийском океане. Далее идут пространные размышления о том, что Индия не против размещения американских военных баз у своих берегов, а также готова помогать США в их борьбе против наращивания влияния Китая в Южно-Китайском море. Все это на 100% укладывается в американский концепт Индопацифики, направленный против Пекина. Его идея проста сыграть на противоречиях Индии и Китая в Гималаях, напугать индийцев перспективой окружения их китайскими морскими базами и создать антикитайский союз из государств Юго-Восточной Азии, ядром которого станет Индия. Главная цель при этом мешать китайской экономической и военно-политической экспансии, обретая возможность перерезать пути поставок сырья с Ближнего Востока в Китай и товаров из Китая в Европу. Предложение Гонконга создать антикитайский союз по защите демократии, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, часть этого же геополитического концепта. С позиции американцев выстраивание враждебной для Китая Индопацифики выглядит вполне логично. А вот то, удастся ли им вдохнуть жизнь в этот концепт на фоне собственного слабеющего влияния на мировую политику, покажет время. Подробнее в хитросплетениях американо-индийских геополитических конструкций будем разбираться с политическим экспертом Дмитрием Джангировым. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич. Добрый день, Данил. Как вам, собственно, вот эта вся статья в The Wall Street Journal по поводу Индопацифики и необходимости структурирования американских союзников в регионе или пока еще просто стран региона против Китая? Ну, вы знаете, американская журналистика во многом напоминает нашу или наша во многом напоминает американскую в том смысле, что нечто уже давно всем известное, появляется журналист, который выдает за нечто новое и даже отчасти сенсационное. А в целом Индо-Тихоокеанский регион как термин, ну, это точно больше 10 лет, я вам сейчас там точно, а, наверное, лет 15 этому термину, это где-то из той же эпохи как и Большой Ближний Восток. Вот все из той же эпохи, так сказать, неоконсерваторов доминирования неоконсерваторов во внешней политике Соединенных Штатов. И это подразумевает сам термин Индо-Тихоокеанский регион, он носит антикитайский характер, потому что это регион, где Соединенные Штаты и их союзники, сателлиты и партнеры должны противостоять Китаю. Это зона окружения, как хотите, окружения Китая, сдерживания Китая. Но вот это регион. И самый крупный, понятно, антипод, наверное, Китая, это Индия. Индия, которая в силу своих людских ресурсов и, соответственно, экономических возможностей, да, во многом экстенсивных, да, во многом за счет численности, а не за счет высоких технологий, но, собственно говоря, Индия во многом повторяет путь Китая, может быть, там, с опозданием в 5-10 лет. В целом, противостояние Индии и Китая, оно выглядит намного более естественным, чем их союз. Ну, в смысле, всякие объединения типа БРИКС или иногда называют РИК, есть типа, что, я считаю, что нет такого, есть такой термин Россия, Индия, Китай, нет такого, нет такого объединения. Иногда употребляется даже эта аббревиатура, ну, это, она невозможна, потому что, так сказать, Индии не интересен, Индии интересна Россия, интересна США, вот Индии такой треугольник интересен. Китаю интересна Россия, так сказать, ну, так сказать, больше Индии не сильно интересна. Поэтому и в том же БРИКСе, ну, я вам хочу сказать, что по динамике инвестиций после Китая, например, в Африку, следующая идет Индия. Индия тоже осваивает этот регион, Индия тоже ведет себя как государство, ну, скажем, как держава, как империалистическое государство по отношению к Африке, как мы помним, один из признаков империализма важных вместо вывоза товаров вывоз капиталов и, как мы уже в современное скажем, вывоз технологий. Индия тоже приходит в Африку, где она, ну, тоже многими силами рассматривается как нечто, ну, понятное, близкое, тем более, движение неприсоединения, антиимпериалистическая и антиимперская риторика в той или иной мире присутствует. Ну, давайте, возвращаясь к теме Индии и Китая, пограничные конфликты они свои в ближайшее время решить не смогут, конфликты с поблизлежащим государством, где, ну, например, Индия пытается политически там как-то окормлять Непал, но верхушка получается только, так сказать, и то не всегда, а влияние маоистских партий коммунистических, причем там две, и они в суммарной чуть ли не большинство электората за них, да, в общем, не чуть, а суммарно, они просто, у них между собой сложные отношения у этих двух компартий, то есть и так же вот идеологически Китай получается, ну, более успешен в проникновении вот в этот регион. Тибет все время является такой точкой горячей, но, конечно же, больше склоняющейся к Индии. В Индии находится резиденция Далай-Ламы. Я не знаю, сохранили ли они статус правительства в изгнании или как-то смягчили это, но, так сказать, как бы часть элиты, претендующая на власть в Тибете, находится в Индии. И, наверное, завершая тему, надо сказать, что Индия, разумеется, это только элемент в, так сказать, стратегии Китая, стратегии Соединенных Штатов по окружению Китая. Как мы видим, везде возникают по всему периметру возникают горячие точки. Иными словами, подводя итог, есть основания для формирования такого вот антикитайского блока и, наверное, под эгидой американцев. Ну, вы знаете, давайте так, объективно, исторически, политически, так сказать, в периферии Китая вся заляпана бензином. Ну, ходит добрый миротворец, дядя Сэм, и, в общем-то, рассматривать, чтобы лучше рассмотреть бензин, зазыгать спички, чтобы было виднее. Ну, я так думаю. Мы же не можем подозревать, что наш новый старший брат может, в общем-то, безосновательно чего-то вот такое творить, на самом деле, так сказать, нехороший. Ну, во всяком случае, Инда, китайское противостояние, оно достаточно много сил будет забирать у Китая, хотя бы в силу того, что любой, в любой горячей точке, будь то на границе, будь то там Непал или Бутан, любой, даже конвенциональный конфликт будет забирать много сил и, так сказать, оттягивать большие вооруженные силы, именно в том числе, потому, что многочисленная Индия, Штаты поддерживают амбиции Индии, так сказать, в этом противостоянии и Индия для них важный элемент антикитайской коалиции, которая создается в регионе и, так сказать, значит, оно будет постепенно обостряться. Ну что ж, спасибо вам за беседу, Дмитрий Георгиевич. В гостях у меня был Дмитрий Джангиров, политический эксперт. Тем временем в Нидерландах было сделано очередное открытие из серии грибных изысканий. И речь не о средствах изменения сознания, как вы могли подумать. Просто исследователь из Делфтского технического университета Боб Хендрикс запустил изготовление живых гробов из грибов. Последнее пристанище человека представляет собой тонко переплетенный мицелий. По мнению Хендрикса, такой гроб подойдет тем, кто не хочет своими останками загрязнять окружающую среду, а напротив желает внести позитивный вклад, мицелий очищает землю, а погребенное тело разлагается в разы быстрее. Как написало об этом британское издание The Guardian, мицелий постоянно ищет отходы, нефть, пластик, металлы, другие загрязнители и превращает их в питательные вещества для окружающей среды. Сказал ученый, этот гроб означает, что мы фактически питаем землю своими телами. Мы питательные вещества, а не отходы. Да уж, пожалуй, когда я говорил, что речь не о галлюциногенных грибах, я погорячился. Оригинальность идеи намекает на то, что прежде чем родить ее в своей голове, голландский ученый все же питал свое тело чем-то необычным. Благо, в Голландии проблем с этим у него возникнуть не должно. Возвращаясь к новостям политики, нельзя обойти вниманием свежие подробности американской предвыборной гонки. На этой неделе они выдались особенно интересными и живыми. Например, Дональд Трамп в своей излюбленной манере распространял видео с позорными оговорками своего конкурента Джо Байдена, которые расходились по интернету со скоростью света и за считанные дни успели стать настоящими мемами. Так, 26 сентября Трамп выложил в сеть отрывок из выступления Байдена перед американскими военными, в котором кандидат от демократов назвал их тупыми ублюдками. Поаплодируйте этому, тупые ублюдки, сказал он в микрофон. Выступление предположительно датировано 2016 годом. Сторонники Байдена оправдывают его тем, что это была шутка. Трамп же настойчиво намекает на то, что его оппонент впал в старческий маразм. Не успели верные демократические агитаторы оправиться от скандала с первой шуткой Байдена, как тут же подъехала вторая. На сей раз Дональд Трамп опубликовал отрывок из выступления своего конкурента, где тот заявляет, что впервые вошел в Сенат 180 лет назад. И снова демократы попытались списать все на шутку. Тем не менее, если это и была попытка пошутить, то намекать на свой почтенный возраст явно не лучшая идея для политика, которого конкуренты обвиняют в старческом маразме. Впрочем, и на этом веселье не закончилось. 28 сентября Трамп в своем твиттере написал, цитата, Джо Байден только что объявил, что не согласится пройти тест на наркотики. Ух ты, с чего бы это? Тем самым, действующий президент как бы намекает на то, что если его конкурент и не впал в маразм, то явно сидит на каких-то препаратах. Кстати, прием этот не нов. И украинские политики могут смело считаться одними из его родоначальников. Помните президентские выборы 2019 года, когда кандидаты едва ли не публично сдавали анализы? Ну, это перед тем, как стадион, так стадион. Вот и в Штатах нечто похожее. И тоже, кстати, незадолго до дебатов. Первый тур дебатов прошел в ночь с 29 на 30 сентября. Риторика кандидатов была весьма жесткой, но вполне прогнозируемой. Трамп и Байден спорили о деле буризмы, движении БЛМ и других злободневных для американского общества проблемах. Какими смешными не казались бы наезды Трампа на Байдена за его странные заявления и оговорки, похоже, они возымели эффект. 28 августа издание The Hill опубликовало данные о росте рейтинга Трампа на фоне падения рейтинга Байдена, сославшись на соцопрос Harvard Cubs Harvest Poll. По данным исследования, за Трампа готовы проголосовать 45% американцев, а за Байдена 47%. По сравнению с августом, Трамп получает на 3% больше поддержки, а Байден, наоборот, теряет симпатии населения. Всего за месяц его рейтинг снизился на 2%. Отмечается, что результаты опроса свидетельствуют о поддержке экономической политики администрации Трампа. Сокращение отрыва от Трампа до уровня немногим превышающего статистическую погрешность – плохой сигнал для Байдена. Особенно, если учесть, что рейтинги действующего президента растут и в ключевых с точки зрения количества выборщиков в Штатах. Однако, вероятная причина роста рейтингов Трампа кроется не только в оговорках сонного Джо и убедительной для избирателя экономической политики. После недавней смерти судей Верховного Суда Рут Бадер Гинсбург Трамп, не теряя времени, выбрал ей преемника. Он обратился к суде Эми Конни Барретт, юристу апелляционного суда с исключительно консервативным послужным списком. Она, в частности, была противником закона о доступном медицинском обслуживании. Как пишет корреспондент The New York Times Джованни Руссонелло, цитата, опросы, проведенные незадолго до объявления кандидатуры судей Барретт, показали, что избиратели предпочитают, чтобы победитель ноябрьских выборов назначил замену судей Гинсбург, следуя прецеденту, созданному четыре года назад, когда сенатор Митч МакКоннелл, лидер большинства, отказался проводить слушания по назначению судей Мэрика Гарланда до конца избирательной кампании. Тем не менее, что для либерала и демократа нарушение избирательной этики, то для консервативного электората Трампа проявление решительности и назначение надежного человека на важный пост в трудное для страны время. Не исключено, что оперативная замена одной из судей Верховного Суда, да еще и на кандидата с сугубо консервативными убеждениями, внесла свою лепту в рост рейтинга Дональда Трампа. На фоне бурлящих в разных регионах земного шара сиюминутных и долговременных политических процессов, для всего мира остается актуальным тренд на разрушение иллюзий о свободном интернете, которые были невероятно популярны всего каких-то 5-10 лет назад. В США Дональд Трамп продолжает упорную борьбу против китайских соцсетей ТикТок и Вичат, даже несмотря на то, что 19 сентября суд приостановил действие указа о блокировании их работы на территории Соединенных Штатов. Апелляция на решение суда будет рассматриваться 15 октября. Однако уже сейчас понятно, что отказываться от давления на китайские соцсети американский президент не намерен. Его ультиматум предельно прост. Либо продавайте свои американские подразделения американским компаниям, либо будете запрещены на территории США. Вот что написали об этом в своей недавней статье для CNN журналистки Селина Ванг и Jill Дизиз цитата. Борьба за сохранение работы ТикТок в Соединенных Штатах превратилась в сагу о замысловатых сделках и политической лести. Это именно тот сценарий, который уже является нормой для американских компаний, желающих вести бизнес в Китае, для таких, как Facebook и Google, которым запрещен вход на рынок второй по величине экономики мира. Эксперты предупреждают, что чем больше сценарий Вашингтона начинает имитировать сценарий Пекина, тем больше он ставит всемирную сеть интернет под угрозу дробления на отдельные зоны, что повлечет огромные негативные последствия для глобального бизнеса. В принципе, все верно написали, если бы не одно но. Процесс дробления глобального интернета на ряд замкнутых друг от друга информационных пространств уже запущен и активно развивается по всему миру. Тот же Китай заблокировал американские поисковые системы и социальные сети еще в 2010 году, успев с того времени основать и развить свои аналоги, которые, кстати, сегодня и пытаются заблокировать Трамп. Подборка новостей за последние недели говорит о том, что ограничение свободы выбора источников информации в интернете это всемирный тренд. Так только за последнюю неделю. Власти Азербайджана заблокировали в стране соцсети и мессенджеры в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Американская социальная сеть Twitter ввела санкции против одного из крупнейших государственных информационных агентств России РИА Новости и сделала его страницу недоступной в поисковой выдаче. Секретарь СНБУ Украины Алексей Данилов пригласил ставить на учет пользователей которые заходят в российскую соцсеть ВКонтакте заблокированную на территории Украины. На последней новости остановимся подробнее. Во время зум-конференции с журналистами Алексей Данилов заявил цитата «По нашему законодательству о санкциях ВКонтакте не должна работать в Украине. Мы занимаемся этими вопросами. Но я хотел бы обратить внимание и на пользователей которые пользуются этим ресурсом. Это также должна быть их ответственность. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам получать информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учете». Несмотря на то, что подобные заявления весьма сомнительны с правовой точки зрения, всегда следует помнить, что политика это не о праве, а о власти. оправившись от чуть более чем десятилетия бесконтрольной работы соцсетей и посчитав, что попытки вести информационную войну на платформах, принадлежащих оппонентам, тщетное дело, политики в разных странах все больше склоняются к старой, доброй тактике тотальных запретов. Пока что во многих местах эти запреты выглядят нелепо, как, например, недавние неудачные попытки блокировать мессенджеры в Беларуси или тот же запрет ВКонтакте в Украине, который соцсеть бодро обошла. И все же глобальный тренд очевиден. Учитывая опыт Китая, блокировка зарубежных соцсетей и поисковиков вполне реальна. Пусть ее и можно обойти при помощи VPN, для большинства населения это слишком сложно, да и не нужно при наличии аналогов. Кроме того, вопрос блокировки иностранных сайтов и соцсетей это не только о монополии на предоставлении информации своим гражданам, но и о монополии на сбор их данных. Как известно, социальные сети и поисковики это крупнейшие агрегаторы информации о пользователях, которые являются лакомым куском для целого ряда организаций, начиная от коммерческих рекламодателей и торговых сетей и заканчивая органами безопасности. Так что, уважаемые зрители, всех нас ждет дивный новый мир, ограничений на распространение информации в интернете и разделение мира на большие информационные пространства, изолированные друг от друга как минимум политически. На этом наша передача подошла к концу. С вами был Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин